Для наших спортсменов и дорогих гостей мы подготовили на десерт вопросы от самых юных болельщиков. Давайте посмотрим. Если бы вы вернулись на 10-15 лет назад, какой бы вы совет дали самому себе? Хотелось бы что-то изменить или оставили бы все как есть? Я могу для себя сказать, что ничего бы не поменял, оставил бы все как есть. Именно этот труд и моя карьера привела меня к тому, что сейчас я имею в своем багаже. 10 лет назад многого не слушаешь, думаешь, что ты сам, а когда плюс 10, то ты опытнее становишься и думаешь, если бы сейчас эти мозги туда, было бы еще круче. Но нельзя ни о чем сожалеть. Жизнь какая есть, поэтому я довольно счастлива, так как у меня она была и 10 лет назад, и сейчас. Поэтому, да, ничего бы не поменяло. Соглашусь с Ольгой, с Александром, что ничего бы не хотелось поменять, как бы там ни было, были взлеты и очень там падения. Поэтому как все должно было быть, так и должно. Мы однозначно бы ничего не поменяли с того момента за 10 лет, но если бы те мозги туда, было бы здорово. Детям хочется пожелать, чтобы они прислушивались к своим родителям, к взрослым наставникам и все равно мотали на уст тот опыт взрослых людей. Если бы у вас был выбор, с кем из знаменитых лыжников прошлого и настоящего вы бы хотели пробежать на Егорском марафоне? И почему? Вот сразу, глядя на то, как мне задавался вопрос, я подумал Алексею Алексеевичу прокурорию. Вот с ним бы я с удовольствием побегал бы. Это выдающийся наш спортсмен. Вот как раз на него мы, наверное, с Евгением в какой-то степени ориентировались, когда бегали. Мне повезло, потому что я, считаю, бегал в очень классное спортивное время. Я посоревновался и с нашими великими спортсменами, и с Сашей Легковым, Сергеем Устюговым. И также здесь приезжал великий лыжник Петр Нортук, и я соревновался с ним, и я горжусь этим. Со всеми выступала, наверное, с девчонками своими, биатлонистками, и с Анфисой Рисовой, и Талановой, и Куклевой, и все, все-все. И даже тоже у меня, вот Свет спрашивает, с кем бы ты пробежала. Но вот Саша сказал, что с Алексеем прокурором. Да, я из тех лыжников, наверное, тоже хотела бы увидеть и пробежаться. Например, Владимир Смирнов для меня тогда тоже был кумир. А, наверное, бы из биатлонистов, из прошлых лет, наверное, бы я хотела с Анфисой Рисовой пробежать. То есть у нас это единственная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам и по биатлону. Я хотел бы пожелать, чтобы такая история случилась с каждым молодым спортсменом. У меня была история, что я был молодой и в Москве на Кубке мира. Тогда Михаил Батвинов, уже выступая за Австрию, приехал на этот Кубок мира. Он уже был чемпионом мира, то есть он был какой-то ориентир для меня, потому что у нас в стране как раз была какая-то смена поколений. То есть так не блистали наши гонщики. И вот я с ним сфотографировался, и в 2006 году я на Олимпиаде с ним заехал в тройку. В Егорском лыжном марафоне участвует много детей. Кто-то пришел с родителями и впервые встал на лыжи. А вы в детстве какими видами спорта занимались? Я начинала свою карьеру с хоккея, он остается в моем сердце. Если бы я чего-то не добился такого глобального в лыжном спорте, я бы, наверное, сожалел, что ушел из хоккея. В детстве я всегда хотела быть, вернее, когда бежала свой первый старт у себя, там, закрыть сезон в Москве. И у нас на столе лежали, ну, стол длинный, выкладывали призы. То есть кто первый приезжает, выбирает себе призы. Я себе выбрала ракетку и большого тенниса, и всегда перед зеркалом стояла, мечтала, что я буду большим теннисом заниматься. Но не получилось. Сейчас многие спортсмены, актеры, певцы играют в хоккей на любительском уровне. Вы не думали об этом? Не было мысли выйти на лед и поиграть. Все абсолютно правильно, он сказал, певцы, медиалиги, там, да, там, ну, в медиалиге актеры играют в хоккей. Нет ничего сложного. Единственное, что в хоккее ты не один. Ну, в лыжах ты все же, как бы, есть тоже командная гонка, это эстафета. Ну, ты бежишь все равно, в любом случае, индивидуально. А когда ты приходишь в хоккей играть, то есть команда. Она большая, и не одна пятерка. А лыжникам нужно же выйти на лед, немножко размяться. И потом, чем больше ты катаешься на коньках или, там, играешь в хоккей, тем все лучше и лучше у тебя получается. А смены очень короткие. И ты делаешь эти движения, только, вроде бы, казалось, начинаешь разогреваться, тебя сажают на скамейку. Ты опять начинаешь немножко охлаждаться, и опять выходишь на лед, и опять заново нужно разминаться. И вот в этом есть небольшая сложность, когда командная игра. Но в остальном проблем нет, наоборот, ты борешься за команду. И самое главное, ты всегда можешь положиться на кого-то другого и своей команды. Мама говорит, что надо много кусать и много длиннее ловаться. Вы сильные? Наверное, много кусаете. Я могу сказать так. Занимайтесь лыжным спортом, и тогда вы можете много кусать. Потому что этот вид спорта, где горит очень много калорий, если кто-то думает о том, что какая у него форма, или он хочет еще прекраснее выглядеть, хотя вы здесь все прекрасны, либо хочет подкачать те или иные мышцы. Так вот этот вид спорта, он развивает все группы мышц. Вы будете прекрасно выглядеть всегда зимой и летом. Летом вы можете это все показывать на пляжах, когда поедете на отдых. Зимой вы будете получать удовольствие от того, что вы на свежем воздухе, морозном, снег лежит, подниматься будет настроение, будет уходить стресс из головы, рождаться новые идеи. И это все дает лыжный спорт. Поэтому занимайтесь лыжным спортом, много кусайте, и все у вас будет великолепно, потому что лыжный спорт – это вид спорта для настроения, любви к жизни и к рождению новых идей. А сколько стоит олимпийская медаль? Золотая медаль бесценна. И неважно, олимпийские игры – это первенство своего округа, города. Так что золотая медаль должна всегда оставаться при себе, особенно если получает свои игры. Ну и мечтать нужно о великом и о большом. Поэтому пускай в вашей жизни будут только золотые медали. Она стоит, наверное, в душе очень дорого, потому что это очень много пролито тренировочных часов, пота, крови, слез, вообще все очень много времени. То есть я к своей олимпийской медали шла 13 лет. И она очень дорогая и бесценна. Глотые медали, они бесценны, потому что это твоя мечта, которую ты никому никогда не продашь. И медаль – это лишь малая часть того, к чему ты стремишься. Она просто тебе напоминает о твоей мечте. Поэтому задай себе мечту и смело иди к ней. У тебя все получится. Она очень дорого стоит. Я не знаю, как это объяснить, но если ты хочешь заработать медаль такую ценную, то надо очень много, конечно, трудиться. И ты поймешь сам, сколько это стоит. Просто так ее купить нельзя, естественно. И за быстро, за один раз тоже ее не получишь. Именно такую ценную. Вся ценность даже, я думаю, заключается в том, что чем дольше ты идешь к своей победе, тем дороже эта медаль у тебя стоит.